Я читал несколько заметок про снос объектов, но в зависимости я обязан реагировать только по письменному заявлению предпринимателей. Еще ни одного заявления от предпринимательского сообщества, которое, допустим, сносят на темерники, мне не поступало. Исходя из этого, я просто, честно говоря, даже не могу вам сказать точно, на законных основаниях там стояли, либо не на законных. То есть сами они не жалуются? Сами они пока не жалуются, не вращаясь за помощью. Исходя из того, что я читаю, а там вообще противоречивые сведения, то есть исходят, что непонятно, где все правовый статус этих лариков. В одной заметке я читал, что это временные, там же произошло несчастье, то есть пожар, что это временные, были палатки, которые, конечно, должны быть убраны, значит, это временно людям давалось возможность, которые потеряли свои рабочие места торговать. В других, я вообще читал, что это что-то муниципальная земля, которая именно прилегает к рынку. Поэтому, если, значит, обращение будет от тех людей, которые торгуют, либо от владельцев, от управляющих компаний, рынков, мы, конечно, будем уже более плотно заниматься. А сейчас мы просто, я читаю, ну, исходя из того, что, конечно, если брать мою позицию, такую гражданскую позицию, то я считаю, что на самом деле, действительно, признаю, что зачастую предприниматели не всегда правомерно занимают какие-либо торговые площади. Однако, надо тут понимать другое, что много лет это, как бы, продолжалось. И вот есть такой хороший, значит, термин, я это видел в разъяснительном письме Министерства экономического развития Российской Федерации, где четко говорил, что меняется место, не меняется бизнес. То есть, если даже, я считаю, что никому образом нельзя, вот, знаете, как носить запреты, я совершенно категорически против, когда, значит, просто говорят, вот, ты с этого момента не торгуешь, вы здесь не имеете права стоять. Значит, если даже муниципалитету нужно по какой-то, я могу допускаю, что, значит, данная территория может быть нужна по каким-то там причинам, все прекрасно понимаем мы, значит, надо как-то собираться, договариваться. И пытаться предложить равнозначные, значит, рабочие места, торговые, торговые места, если мы говорим сейчас о, вот, не состанавливая торговых объектах. А говорить о том, что завтра или, там, через месяц вы не торгуете здесь и как вы будете зарабатывать себе на жизнь, зачастую это же люди, если мы говорим о рынке, это не бизнес, это самозанятые люди. Это вот люди, которые, к сожалению, были, ну, когда-то вынуждены были или, ну, поосознанно пошли, значит, на, вот, занимаются вот этим микробизнесом и они зарабатывают, они сами и предприниматели, они сами и торгуют, они сами зарабатывают, там, доход сравним, их доход сравним с заработной платой, там, любого. Со средней, наверное, региона. Да, да, это так называемые самозанятые люди, то есть нельзя сказать, что они, там, как бы вам сказать, влияют на инвестиционную привлекательность региона, там, не будем говорить такие громкие фразы. Субтитры создавал DimaTorzok